МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...может исполнить мечту ребенка из детского дома. Елки установлены как в торговых центрах Наукограда, так и на крупных предприятиях. Было предложение от молодежного парламента. То есть мы входим в рабочую палату молодежного парламента города Бийска. И совместно с другими большими крупными предприятиями мы проводим эту акцию. То есть они тоже ставят у себя на предприятии ели. После чего мы все вместе собирались, ехали и поздравляли. Так как у нас Совет молодежи входит туда, мы тоже решили поучаствовать, попробовать. В прошлом году у нас получилось. Очень надеемся, что в этом году тоже. Сотрудники сибирско-генерирующей компании уже второй год подряд принимают участие в новогодней акции «Ель желаний». Организатором является молодежный парламент Бийска. Эта ель находится на проходной Бийской ТЭЦ. Помимо игрушек, здесь фотографии воспитанников детского дома. И у каждого есть небольшая мечта, исполнить которую накануне Нового года может любой желающий. Обычно для ребят еще устраивали большой праздник, но в этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки никаких мероприятий не будет. Игрушки, собранные во время акции, 30 декабря передадут детскому дому. Время вышло битя, нам грозят пени и запретом выезжать за границу. Налоговые ведомства края подводят итоги года, а они неутешительны. Горожане неохотно платят налоги. Так, в срок до 1 декабря 2020 года нужно было оплатить имущественный, транспортный и земельный налоги. Это касается физических лиц. Как объясняют в ведомстве, сейчас процесс оплаты доведен до автоматизма. Это можно сделать, не выходя из дома, через интернет-сервисы, личный кабинет налогоплательщика и уплата налогов застрахованных взносов для физических лиц. А еще через портал госуслуги в разделе налоговая задолженность. По словам специалистов, каждый год бичане платят налогов и страховых взносов на сумму более 8 миллиардов рублей. Если будут долги, во-первых, у нас идет пеня за каждый день просрочки. Будет выставлено требование о поплате налога в случае нарушения слога оплаты по требованию налоговый орган подаст на должника в суд. Вынесение судебного решения о взыскании налога в принудительном порядке. Ну и также хотелось бы отметить, что будет сделан запрет на выезд за границу при задолженности свыше 10 тысяч рублей, наложение ареста и продажа имущества в счет погашения долга, если будет достаточно большой долг. На сегодняшний день свои налоги оплатили порядка 94% бичан. Однако некоторые горожане халатно относятся к этой обязанности. Нередко налоговой службе приходится идти на крайние меры, ведь задолженности исчисляются миллионами. Так, по итогам 2019 года в кредитные организации направлено 2317 обращений. С банковских карт и счетов горожан спишут почти 23 миллиона рублей. А еще более 8 тысяч обращений отправилась в службу судебных приставов. Им придется вытрясти с должников почти 90 миллионов рублей. А теперь расскажу о ковид-статистике. По данным оперативного штаба в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле 66, в Бийске 17. По состоянию на 10 декабря на лечении в инфекционных госпиталях края с диагнозом коронавирусная инфекция находится 2130 человек. Кроме этого, 1243 пациента с диагнозом вирусная пневмония. Количество тяжелобольных 505, из них подключено к аппаратам ИВЛ 126 человек. Выздоровели 185 пациентов, умерли 11 человек, 6 из них от ковид-19. Бийский театр «Кукол Добрята» готовил для всех жителей города новогодний подарок – сказку «Когда зажигаются звезды». Актеры, а среди них есть и ребята с ограниченными возможностями здоровья, готовили спектакль больше года. Из-за пандемии все массовые мероприятия отменены, но спектакль можно посмотреть онлайн. Подробности далее. На сцене городского дворца культуры премьера. Театр «Кукол Добрята» подготовил сказку «Когда зажигаются звезды». Уникальный проект. На театральных подмостках 22 человека. Это как опытные актеры, так и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Задумали мы эту сказку для объединения наших деток. Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли интегрироваться в спектакль, как взрослые здоровые актеры, и поиграть вместе с детьми. В этом спектакле придуманы мизансцены специально для них. Сделаны маленькие удобные куклы. Работа над спектаклем началась ровно год назад. Однако, как подсчитали в театре, из-за пандемии чистыми репетициями вышло всего порядка трех месяцев. Когда актеры были готовы сыграть на публику, все массовые мероприятия запретили. Однако выход нашли. На премьеру пригласили профессионального оператора. Сейчас идет монтаж спектакля, и совсем скоро любой желающий сможет увидеть его в онлайн-формате. Наша запись спектакля будет размещена на канале YouTube Добрята. Это наш канал, где опубликованы все наши сказки, все наши видеоролики, поздравления. И в социальных сетях, конечно, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграм и на сайте городского дворца культуры. Роль бабочки исполнил 16-летний Костя Золотовский. И, как признается сам, на сцене, в окружении других ребят, ему очень комфортно. Справиться с ролью, кроме режиссера и новых друзей, помогает мама, с которой уже после репетиции дома они обсудили нюансы. Мы очень довольны, что принимаем участие в таком проекте, потому что детям это очень нравится, это очень полезно для них, для их развития. Ему нравится именно играть на сцене, выходить на сцену. Вот это как бы самое главное. Кого хочешь сыграть в следующий раз? Я, это, кофе письмедного. Отыграть без запинки 50 минут спектакля непросто. Справиться с эмоциями, не перенервничать помогают волонтеры из 25-й школы. Актеры знают, помощь всегда за кулисами. Обнимут, подскажут, успокоят. Обычно дети волнуются, и у них какой-то ступор получается, и они не могут вовремя выйти. И нам нужно помочь им, чтобы они вышли из этого ступора и вовремя вышли куда-то, ну, на сцену. И нам нужно их поддержать как-то, сказать ободряющие слова, чтобы они раскрепощились, и им стало комфортнее. Они говорят о сложном легко и продолжают верить в чудеса. Верят, что в ближайшее время смогут выйти на сцену и сыграть уже для зрителя. А в ответ получат неподдельные эмоции и бурные овации. Ксения Цапко, Иван Зяблицкий, Будни. Мы продолжаем, и вот о чем расскажем дальше. Читать, не перечитать. Бийск библиотеке 120 лет. И как ее сотрудники борются за то, чтобы чтение снова стало модным. На тренировку в одних кедах основатель кикбоксинга в Бийске Николай Козлов сегодня празднует юбилей. Распродажа пуховиков на Митрофаново, 35. Гипермаркет низких цен «Маяк» на Васильево. Утка свежемороженая – 199,90. Икра лососевая – 189,90. Сыр «Мааздам» – 499,90. Держим курс на «Маяк» на Васильево, 85. Мечтайте о том, чего вам действительно хочется. Даже если вам кажется, что это невозможно. Кооператив «Сибирский капитал» принимает сбережения под 8,5% годовых. С ежемесячной процентной компенсацией. Бийск, Коммунарский, 16,1. Подробности по телефону 8 800 201 0058. Позаботьтесь о будущем, вкладывая в настоящее. Ровесница прошлого века. Сегодня, 10 декабря, Центральной городской библиотеке имени Василия Макаровича Шукшина исполнилось 120 лет. Она по праву считается одной из самых старейших библиотек в Сибири. Центральная городская библиотека имени Шукшина – это крупный культурный и информационный центр Бийска. Фонды библиотеки формировались больше века. Они представляют научную и историческую ценность и составляют более 600 тысяч книг и 127 тысяч экземпляров периодических изданий. Вместе с филиалами Центральная городская библиотека обслуживает более 43 тысяч человек. Добавим, что с 1949 года библиотека находится в здании памятники истории и архитектуры 19 века. Поэтому на протяжении всего времени ведется огромная работа по его сохранению и реставрации. Кроме этого, стоит отметить, что сейчас в библиотеке век информационных технологий сотрудники библиотечной системы занимаются популяризацией чтения книг. Мы каждый год убавляли экземплярность, потому что периодические издания дорожают ежегодно, каждые полгода. А в этом году мы добавили количество номинований. Тех, о которых мечтали давно, тех, которые были потеряны для нас – это литературно-художественные журналы, «Новый мир», «Наш современник», это роман-газета. То есть то, что с пылу с жару издается, еще в книгах этого нет, а в журналах всегда первая информация. Поэтому здесь мы радуемся. Основатель кикбоксинга в Бийске Николай Семенович Козлов всю жизнь посвятил спорту. Сегодня ему исполняется 60, а он все так же активен и полон энергии. О том, как он стал тренером, узнала наш корреспондент Алина Бей. Ей слово. Любовь к боксу. С этого все и началось. Николаю Козлову было всего 14 лет, когда вместе с приятелями они смотрели трансляцию чемпионата мира по боксу. После этого отправились в спортивный клуб, прихватив с собой только кеды. Там впервые Николай Семенович познакомился со своим будущим тренером Виктором Федюшиным. И как он гибко показывает такие упражнения, меня удивились все. Ну и вот записались, ходили, начали заниматься. Но вот мои друзья, те, кто рядом жили, кто ездили, они потихоньку как бы бросили. Ну, мне как бы заразилось этим делом, и у меня потихонечку пошло. Николай Козлов стал успешным спортсменом. На его счету множество различных наград и титулов. После завершения карьеры спортсмена он стал тренером. В начале 90-х в Бийске открыли первую секцию по кикбоксингу. Своими воспитанниками Николай Козлов очень гордится. Не то что в Сибири, в России им не было равных. Сколько мастеров спорта у вас? Их 12. Ну, я не каждого лично тренировал, но непосредственно участвовал в их участии в соревнованиях, поездках и так далее. Лично вот как бы не тренировал. И один, Пелюгин, мастер спорта международного класса, который стал чемпионом Европы. Ну, тоже небольшая доля моего участия там есть. По словам Николая Козлова, чтобы добиться высоких результатов, нужно не трудиться, а пахать. Все смотрим внимательно. Что это? Хорошо. Балтина тебе везла. Руководитель, вдохновитель и локомотив клуба так называют его коллеги. Помимо того, что Николай Козлов мастер своего дела, он еще проводит большую работу по патриотическому воспитанию. Это тренер экстра-класса, который может за три персональных тренировки, полугодичный курс провести. Он не шаблонно подходит к работе. Хороший психолог. Видит все плюсы и минусы, как объяснить, довести человеку. Поэтому результаты соответственные. Сейчас у Николая Семеновича занимаются больше полусотни ребят. Ходят не только мальчики, но и девочки. Девчонки мои изъявили желание заняться спортом, а именно не борьбой, а кикбоксингом, которым я также занимался. То есть в выборе тренера у меня вообще как бы и не было то, что человек грамотный, Николай Семенович Козлов. То есть позвонил ему сразу, говорит, без проблем, говорит, Виталий, давай, приводи. Занимаемся мы, значит, с сентября прошлого, ну, этого года. Девочкам очень нравится, они сами довольны тренером. Тренер для воспитанника – это как второй отец. И молодые спортсмены с этим согласны. Каждому ребенку у Николая Семеновича особый подход. И дети его очень любят. Он добрый, хороший. Когда что-то не получается, он помогает. Если у тебя что-то не получается, он к тебе подойдет, объяснит и даже поможет. Николай Семенович очень хороший, он нас всему учит. Он спрашивает, у тебя хорошо все получается, и нет. Если ты плохо себя ведешь, например, то он не будет там кричать, ругаться, он просто скажет, видя себя хорошо. Надо не заниматься, а пахать. Это тебе тренер так сказал? Ты согласен с ним? И ты готов работать, чтобы стать мастером спорта? Сегодня Николаю Козлову 60 лет. На протяжении всей жизни он занимается любимым делом. Благодаря усилиям Николая Семеновича многие добились успеха в спорте. И по-прежнему тренер полон сил и энергии. Спорт у него в крови, и он готов продолжать воспитывать будущих чемпионов. Уже сейчас подрастает молодое поколение спортсменов, которые хотят добиться высоких результатов и занять почетные места на пьедестале. А с таким тренером это обязательно получится. Алина Бей, Андрей Сегаев, Будни. Сибирская зима готовится заявить о себе во весь голос. Во второй половине декабря таковы предварительные прогнозы синоптиков. А это значит, что пора спешить в магазин «Верхняя одежда Ермак». Там объявлена распродажа. Декабрь все увереннее пронизывает холодом. И те, кто следит за новостями от магазина «Верхняя одежда Ермак», уже принарядились в новенькие пуховики и куртки. Для тех, кто по разным причинам не успел это сделать, в магазине объявлена распродажа. О качестве и привлекательности курток от Ермака говорят сами покупатели. Куртка вообще нормальная. И карманчик, так сказать, много. Можно документики положить, и перчаточки, и маску где-то спрятать. Да, и по цене нормальная. Модели размера S разнообразные по фасону и по цветовой гамме. Модели украшены яркими контрастными мехами, оригинальной фурнитурой. Но, что самое главное, все они очень теплые. Современные наполнители делают их почти невесомыми. А это значит, что никак не повлияют на девичью летящую походку. В зиме готовы, думаем о весне. Ермак объявил также распродажу на все ветровки и демисезонку. Выбор огромный, а уж о цене от производителя, да еще со скидкой и говорить не приходится. Мы ждем вас, Ермак оденит всех. Мы работаем без выходных. А теперь о погоде. 11 декабря в Бейске будет пасмурно. Пройдут осадки в виде снега. Ветер с западного направления слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Ожидается слабая магнитная буря. Температура ночью и днем похожа от 7 до 9 градусов ниже нуля. И это все новости на сегодня. Всего вам самого хорошего. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, группах «Бейск мой город» на ютубе, а также на официальном сайте газеты «Бейский рабочий» bework.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова